Инсульты, инфаркты и пневмонии. Чем могут обернуться крещенские купания в аномальные морозы? Тверские медики предупреждают, лезть в прорубь при таких низких температурах опасно для здоровья и жизни. К тому же никуда не делась и эпидемия коронавируса. Почему дебюты для новоиспеченных моржей может обернуться большими проблемами? Кому стоит воздержаться от экстремальных ритуалов? И как действовать, если горе-купальщик потерпел фиаско? Крещенские купания для одних нерушимая традиция, для других – повод для очередного зимнего заплыва. Нырять в прорубь любители зимнего плавания могут в любой день. К первому погружению готовится тверичанка Елена Пушай. Посвящение в моржи запланировано в ближайшие дни. Минусовые температуры не смущают. Я не приурочила это к какому-то определенному дню. Просто так принято в крещенские морозы окунаться по традиции. Поэтому я думаю, что любой день подойдет. Я закаливаюсь уже почти целый год. И вот хочу попробовать. Говорят, очень полезно. А вот польза от этих мероприятий – вопрос спорный. Считается, что моржевание укрепляет иммунитет, тренирует сосуды, создает омолаживающий эффект. Перечислять можно много. Но все это не более, чем наблюдение самих купальщиков. Житель Твери Денис Хохлов моржом себя не считает. Но погружение в купель раз в год в крещенский вечер поддерживает. Какие-то годы не купался, когда не получалось. Ну а так стараюсь каждый год это делать. По религиозным, не то, что я глубоко верующий, но так получается. Просто прийти и окунуться, кто не пробовал, пробуйте. Это очень полезно. Если не уверен, то не надо. Однако большинство жителей Твери подобный призыв все же не поддержали. Но, слышав вопрос, готовы ли они испытать организм на выносливость, признались, что традиции уважают. Но путь к воде преграждают две причины. Минус на термометрах и пандемия. Если кому-то здоровье позволяет, то, пожалуйста, приветствую. Думаю, что сейчас, во время пандемии, этого не стоит делать. Лишний повод для заболевания. Да ну что мне просудиться, что ли, сейчас коронавирус. Зачем мне надо в крещенский мороз еще окунаться? Зачем? Обычному человеку это прохладно. Можно заболеть. Тверские врачи придерживаются того же мнения. Врач-реаниматолог Иван Кудин рассказывает, что температура ниже минус 10 одинаково опасна и для продвинутых моржей, и для тех, кто только встает на скользкий путь моржевания. А при наличии хронических заболеваний дорога купели вообще заказана. В любом случае при низких отрицательных температурах абсолютно противопоказано купание людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, детям, беременным, людям склонным к инфекционным гнойным заболеваниям кожи, дыхательных путей. При температуре меньше, чем минус 10 градусов Цельсия, купаться вообще всем в принципе противопоказано, даже при наличии хорошей подготовки. Подобного рода мероприятие может обернуться для экстремала чем угодно. Чаще всего, признается медик, случаются омороки, чуть реже инфаркты и инсульты. Потеря сознания и вовсе может обернуться утоплением. А в этом году ко всем традиционным проблемам прибавился еще и риск заражения коронавирусной инфекцией. Чаще всего это осроченные последствия. Люди находятся длительное время на холодном воздухе после купания уже или перед ним в очереди стоя. Да, это мы сейчас не говорим про нынешнюю ситуацию с COVID, когда в принципе скучность может привести к нехорошим последствиям. И после этого, как правило, это заболевания верхних и нижних дыхательных путей ангины, пневмонии, заболевания лорорганов типа отитов. В любом случае, для совершения акта моржевания необходима подготовка, как минимум за полгода. Погружаться тоже нужно правильно, постепенно, немедленно, чтобы не получить переохлаждение и не быстро. Изглавы бросаться на такие приключения, да в ледяную воду точно не стоит. В этом случае восприимчивые сосуды головы могут в непривычных условиях сработать не в пользу нориальщика. Результат – инсульт. В случае, если купальщик потерпел фиаско, упал в обморок, ушел под воду, первым делом нужно вытащить горе купальщика, обогреть и немедленно передать врачам. Но ни в коем случае нельзя использовать горячую воду или огонь. Что касается тех самых отдаленных последствий, о которых говорит медик, то здесь не стоит забывать и про уже существующую нагрузку на медучреждения и медперсонал. Потому, прежде чем бросаться на авантюру, нужно в первую очередь объективно оценить возможности своего организма.